И вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Его не погиб, но имел жизнь вечную. Господь во гробе, Господь пришел, пострадал, и умер на кресте за нас, для того, чтобы мы приобщились к Божественной Любви, для того, чтобы дать нам силу совершать основную заповедь о любви к Богу и ближнему. И сегодня, в такой особый и важный момент, когда мы молимся, векаемся о своих грехах, созерцаем тайну смерти Бога-человека, это, наверное, один из важных вопросов, который мы могли бы себе задать, совершаем ли то, ради чего пришел Господь, ради чего Он пришел, пострадал, и умер на кресте. И если можно, так сказать, этот вопрос скорректировать в связи с нашими немощами, с хлопотностью по греху, в связи с нашей хлопотностью, суетностью, стараемся ли мы жить ради Бога и ближнего, стараемся ли мы Бога и ближнего любить. От искреннего ответа на этот вопрос очень многое зависит, потому что, если нет, если мы не ставим этой цели, если мы не направляем свои мысли и чувства к Богу, то тогда вся наша внешняя традиционное христианство не имеет смысла. И не имеет никакого смысла, имеется смысл только в том случае, что мы, в конце концов, в земной жизни рано или поздно опомнимся и обратимся с покаянием в Господь. Однажды к одному старцу пришли единики и спросили его наставления, назидания, и старец, достаточно известный, он сказал, что в Евангелии все написано, идите и совершите, что там написано, что говорит Господь. Когда они сказали, мы не можем этого сделать, когда он сказал, если кто вас ударит по одной щеке, подставьте другую. Они говорят, это тоже для нас тяжело. Тогда он сказал, что если вас ухорит, тогда простите своему обидчу. Они говорят, и это нам не подсилит. Когда старец говорит, что не воздавайте тогда зло ему за зло, они говорят, и это у нас не получается. Тогда старец говорит, что оборотился к ним и сказал, что если вы одного не хотите, а другого не можете, то что я могу сделать, то что я могу сделать. Надо молиться. И может быть, действительно, надо обратиться со стороны молитвы к Господу и сказать, что Господи, я люблю Тебя краешком своей души, но себя я люблю больше, и мир я люблю больше, и много еще чего в жизни, чего я люблю больше Тебя. И вот тогда, может быть, нам будет стыдно, представляя любовь Божию, представляя то, что Господь для нас сделал. И может быть, тогда что-то дрогнет в нашей душе и появится желание сопротивляться греху и стараться углаждать Бог. Господь видит и наши мысли, и наши желания, и даже наши слабые попытки сопротивляться греху. И даже наши эти слабые попытки, они ценны перед отчаями Божьими, несмотря на то, что мы согрешаем часто, несмотря на то, что мы спотыкаемся на каждом, можно сказать, на каждой точке, согрешая в одних и тех же грехах, и достаточно часто, очень легко врагу сдаем свои позиции. Но, как говорил Старица, Кристианкин, что нужно повернуть, повернуться к Господу и шоу. Нужно стараться помнить о Боге и стараться совершать то, что нам вели. И тогда нам постепенно станет ценно все то, что для нас Господь сделал. И тогда Божественная любовь, ради которой Господь вычеловечивался и которую Он принес человеку, она все больше и больше будет нас увлекать и очищать от всего суетного, греховного, наносного, что есть в нашей жизни. И тогда сподобит нас в вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашим. Ему же слава, Сотцем и Святым Духом, во Веке. Аминь. До свидания.